Мой позывной рыч Я висковослужбовец 36-й бригады морской пехоты Запосады на видны В момент полномасштабного вторжения Российской Федерации в нашу страну Для нас он произошел не 24 февраля, а 19 февраля Первые группы, которые выдвигались в нашем направлении Мы на тот момент находились в зоне ОС На позициях перед поселком Коминтернова Сектором Мариупольского направления Первыми на нас вышли 20-го числа танки Российской Федерации Они выкатились со стороны Коминтернова И начали обстреливать наши позиции с прямой наводки На тот момент уже наши противотанкисты были на позициях Ну и соответственно дали достойные ответы Спалил несколько танков, заставил технику противника уйти вглубь села Коминтернова Ну а так в основном велся артиллерийский огонь, минометный Грады очень плотно работали по нашим позициям на то время Ну а так вот мы встретили вторжение Российской Федерации на территории Украины Я вел себя так, как полагается вести каждому солдату Любое геройство это не геройство, а просто выполнение своих обязанностей Так как я наводчик и у меня крупнокалиберный пулемет ДШКМ То на поле боя противник всегда старается вывести в первую очередь Со строя командиров, пулеметчиков, крупнокалиберные орудия Ну все, что несет ему большую угрозу Соответственно были моменты, когда приходилось находиться даже под обстрелом И в моменты обстрела на огневой позиции Так как командиры дают тебе наказ И несмотря ни на что ты должен понимать, что если ты сейчас прошляпишь свой шанс Противник подойдет вплотную и ликвидирует Ну бегаешь, отстреливаешься В нужные моменты даже, когда идет обстрел Должен понимать, что под обстрелом может опять-таки подойти противник И боись, а не боись А выбежать и вести наблюдение нужно кому-то Ну так каждый из нас сделает Если твое время на пост припало, то будь добр, дежурь свой пост Потому что от тебя зависят жизни твоих товарищей Запомнилось поведение своих товарищей Что у всех сразу поднялся боевой дух Начались разговоры За что мы стоим Начали друг друга поддерживать Что ни в коем случае не шагу назад Даем достойный ответ противнику Ну вот Вот это запомнилось Ну и запомнилось Это с печальной стороны, конечно, первые погибшие Сообщение о первых погибших товарищах Вот это вот запомнилось Потому что очень гордые воспоминания И очень хорошие ребята погибли в первые дни О своем подразделении Хотелось бы, чтобы знали люди Я лежал в госпитале и держал связь с товарищами своими Которые находились уже в тот момент Сперва на Ильича Потом нас устали Держали оборону в полном окружении Хотелось бы, чтобы знали и не забывали о геройствах наших ребят Которые многие ценой своей жизни останавливали продвижение противника уже вглубь города Некоторым приходилось действительно закрывать, так говорится, проходы с ценой своей жизни Подрывая себя на некоторых участках Ну тут это, хотелось бы, чтобы об этом люди знали Хотелось, чтобы люди знали и не забывали о героях и всех бойцах Не только Азова, морской пехоты А всех подразделений, которые принимали участие в боевых действиях в Мариуполе Так как все, что они сделали, это действительно большой подвиг у людей Я не знаю, насколько это надо иметь как физическую силу, так и моральную Потому что, наблюдая хаос, гибели мирных граждан и поведение, так сказать, тварей Российской Федерации Наши бойцы не отступали, не падали духом А до последнего держали оборону Мечтаю о том, чтобы наша страна была процветающей Были возвращены те территории, которые на данный момент оккупированы Ну и такая уже, можно сказать, мечта Не только моя, а большинство украинцев Это чтобы Российская Федерация прекратила свое существование Хочу уже отдохнуть на рыбалке с женой, с детьми Просто о простом, обыкновенном человеческом отдыхе Вот об этом я мечтаю Субтитры создавал DimaTorzok